Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на Иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Наша тема сегодня вечером — это один человек. Иоанн Креститель. И вспомните, что сказал Ешуа, когда говорил об Иоанне. Он сказал «из рожденных женами». «Природным образом». Не восставал больше Иоанна Крестителя. Так что один из вопросов, который мы должны задать себе такой. Что сделало Иоанна таким великим? Что такое видел в нем Ешуа, Иисус из Назарета, из-за чего он сказал такие слова. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея 14 главу. Обычно, когда люди говорят об Иоанне Крестителе, мы думаем о том, что он ел особенную пищу. Так же и одевался он уникальным образом. И не только это. Хотя Писание говорит, что он был из священников, он не служил в Иерусалиме. Почему так? По причине развращенности, царившей в городе и в руководстве, как среди римлян, так и в Синедрионе, еврейском правительстве. И где был Иоанн большую часть времени? Он был в пустыне у реки Иордан. И чем он, во-первых, и прежде всего известен? Почти каждый раз, когда он упоминается в Писании, мы говорим о нем как об Иоанне Крестителе. А когда вы слышите термин «крещение», что приходит вам на ум? Правильный ответ — покаяние. Иоанн призывал людей к покаянию. К сожалению, сегодня о покаянии говорят не столько, сколько должно. Во многих местах оно просто игнорируется. На самом деле, я вот думаю, что если бы Иоанн жил сегодня, в наши времена, то смог ли бы он получить работу проповедника в какой-нибудь престижной церкви? Я так думаю, что Иоанна отвергли бы по причине силы его слов, по причине посвящения, которого он требовал, по причине его главного послания о покаянии. Поймите следующее. С точки зрения Писания есть взаимосвязь между покаянием и послушанием. Когда человек кается, он кается за непослушание, за непослушание, которое проявляет себя в грехе. И когда человек приносит достойный плод покаяния, он будет исполнять волю Божью. Он будет ходить в послушании целям Бога. Так что это крещение покаяния было призывом к послушанию. Вспомните, что произошло, когда сам Мессия был погружен в воду Иоанном. Был голос, когда Мессия, будучи крещеным, вышел из воды. Мы знаем, что этот голос воскликнул. «Все есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Для чего? У крещения Иешуа была цель продемонстрировать Его Небесному Отцу послушание. Что Он пойдет в Иерусалим, что Он исполнит дело, ради которого Отец послон Его, а именно умереть на кресте, быть погребенным, и в третий день воскреснуть. И вспомните, что сказал Павел в шестой главе послания к Римлянам. «Мы были погребены с Мессией в подобии смерти». И подобным образом мы будем вместе с Ним в воскресении. И все это знаменует одно. Как Мессия был послушен воле Отца, так и истинное покаяние, понимание делом Мессии производит в нашей жизни послушание. Конечно, спасены мы не нашим послушанием. Мы спасены благодатью, основанной на деле Мессии, на том, что Он сделал на кресте, на пролитии Его крови. Но приняв эту благодать верой, не сделайте тут ошибки. Мы призваны приносить достойный плод покаяния. А что это значит? Это значит быть послушным воле Божьей, исполнять ее. С этими словами возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, 14 главу. Евангелие от Матфея, глава 14. И заметьте, как начинается первый стих. Мы читаем «в то время». И всякий раз, когда мы слышим выражение «в то время», надо задать вопрос, о каком времени мы говорим? Какой контекст? Что произошло? И вы помните, что Ешуа был в своем городе, Назарете. И в конце 13 главы что-то говорится «по неверию их». Вспомните, что я сказал в заключении прошлого занятия, что фаза «неверия» буквально значит «против веры». Это не значит, что они не понимали, что такое вера. Это значит, что они были против веры. И по этой причине Ешуа не сделал многих чудес. Они не стали свидетелями силы Ешуа. И когда мы говорим о неверии, вы знаете, что должно приходить нам на ум? Что ж, снова посмотрите на наш текст. Евангелие от Матфея 14.1. Это пример неверия. И когда человек против веры, и о ком я говорю? Итак, тут говорится «В то время Ирод – четвертовластник». Итак, он руководитель. Он руководил одной из четырех частей Израиля. Ирод обладал большим влиянием, он был важным человеком. И послушайте, что сказано о нем. Ирод – четвертовластник – услышал молву о Ешуа. Он услышал о том, что Иисус сделал, о его могущественных делах, о чудесах, о мощном учении, о том, как он влиял на людей для Царства Божьего. И посмотрите, к какому он пришел выводу. И опять-таки, мы не говорим об Ироде Великом. Он уже давно умер. Мы говорим о человеке по имени Ирод – четвертовластник. И в нашем тексте сказано, посмотрите сейчас второй стих, «И сказал служащим при нем». «Это Иоанн Креститель». Поймите вот что. Он говорит, когда слышит о том, что некто делает великие вещи. Вещи Царства, говорит о Царстве, об обращении к Богу, потому что поймите следующее. Послание Ешуа было тем же, что и послание Иоанна Крестителя. Что сказал Иоанн, когда стоял у реки Иордан? Он сказал, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». А когда Ешуа начал проповедовать, какое было его первое послание? Мы это изучали несколько месяцев назад, от Матфея 4, 17, когда Ешуа сказал те же самые слова, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Так что Иоанн и Ешуа, у них было одно и то же послание о покаянии, но опять-таки сегодня о покаянии мы слышим нечасто. Мы не слышим много посланий, производящих обличение, указывающих на грех. Это не популярно. Это не то, что приятно людям. Такое послание не соберет стадион. С таким посланием не продашь много книг. Да, это так. Но такое послание угодно Богу, потому что Бог призывает людей к покаянию. И если вы не живете жизнью покаяния, то есть не отвращаетесь от греха, не прилепляетесь к Слову Божьему, тогда вы не будете угодны Богу. Вы не будете в Его воле. Вы не будете человеком, слышащим водительство Духа Святого. Итак, Ирод услышал о словах и делах Иешуа. И что он сказал? И сказал служащим при нем. Это Иоанн Креститель. Он был воскрешен из мертвых. Иоанн Креститель. Очень важно. Был воскрешен из мертвых. В воскресенье. И каждый раз, когда мы видим в Писании ссылку на воскресенье, что должно приходить нам на ум? Ответ Царства Божьи. Есть в Писании неразрывная связь между воскресеньем и Царством Божьим. Когда Ирод услышал о том, кто говорит, учит о Царстве, делает дела Царства, приносит порядок Царства в жизни людей, дела восстановления, он знал, что Иоанн говорил о Царстве и сделал неправильный вывод о том, что Иешуа «Это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых». И посмотрите на следующую фразу «И из-за этого…» Вопрос, который нам следует задать, потому что, между прочим, выражение «из-за этого…» оно в оригинале эмфатическое, что значит, что автор был вдохновлен выделить это выражение, эту фразу «из-за этого». Из-за чего? Из-за этого. Иоанн занял позицию, и мы увидим это со всей несомненностью. Это не вопрос для толкования. Дело не в том, как думаю я или другие люди. Текст явно подчеркивает, что, по мнению Ирода, произвело могущественные силы в Иешуа. О ком Ирод ошибочно думал, что он Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. Что ж, мы скажем вам, что это. Но посмотрите, какой был результат. Посмотрите на конец второго стиха. Здесь слово «сила» стоит во множественном числе и говорит о силе делать великие вещи, о чудесной силе делать великие дела. Ирод говорит, через эту силу великие дела делаются в нем. Он думает, что в Иоанне Крестителе, но на самом деле это Иешуа. А почему Ирод думает так? Посмотрите, третий стих. «Ибо Ирод схватив Иоанна». Почему? И то, что он схватил, означает, что Ирод арестовал его. И мы знаем конец этой истории. Но продолжаем читать. «Ибо Ирод, схватив Иоанна, связал его и посадил в темницу». Почему? Из-за женщины Иродиады. Иродиада была раньше замужем за Филиппом, а Филипп был братом Ирода, четвертовластника. И вот ключевой момент. Согласно закону Божьему и заповедям Божьим, иначе говоря, согласно Торе, «Жениться на жене брата Ироду было непозволительно, то есть запрещено». Хотя он и был могущественным человеком, ему было запрещено брать в жены жену брата. Так учит Тора. И вот почему, продолжаем читать, посмотрите конец третьего стиха. Слово Божье говорит, «Ирод, схватив Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что он говорил ему, Иоанн, потому что Иоанн говорил ему». Это четвертый стих. «Не должно». И тут еще одна эмфатическая фраза. И какая? «Тебе». Итак, Иоанн Креститель говорит этому могущественному человеку, правителю, под властью римлян, пользующемуся их поддержкой. Иоанн говорит ему, «Не должно тебе иметь эту женщину, бывшую жену брата твоего». Это не разрешено согласно закону Моисея. Итак, обратите внимание. Видите ли, Ирод мог сказать, «Но я люблю ее». Так и что? «Я верю, что она моя судьба». Так и что? Она удовлетворяет, она дополняет меня. Нет, это не воля Божья. Ирод мог даже сказать, «Бог сказал мне, что это та самая женщина для брака». Неважно, что там мог сказать Ирод, все это спекуляции, и оно не имеет значения, потому что не могло быть обстоятельств слов или событий, которые побудили бы Иоанна Крестителя сказать, «Эта женщина позволительна этому мужчине». Понимаете, в раввинском бракосочетании первое, что говорит сочетающий, раввин, и есть благословение, которое идет вместе с этим, которое раввин, и не только он, но и комитет. В сегодняшнем Израиле местная раввинская ассоциация проверяет пару, и первое утверждение, которое говорится в бракосочетании под брачным балдахином, хупой, благословен Господь, Бог Израиля, Царь Вселенной, за то, что эта женщина позволительна этому мужчине. А если не позволительна, то дальше ничего не будет, и бракосочетание не может произойти. На Иоанна Крестителя не влияла власть, не влиял авторитет правительства. Вот что сделало его великим. Вот почему Иешуа сказал, «Из рожденных с женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Он пребывал в согласии с Писанием. Он был верен Слову Божьему. И позвольте мне что-то вам сказать. Если ваша жизнь не отражает такое же посвящение Писанию, вы не будете жить так, как угодно Богу. Вы не будете переживать руководство, водительство Святого Духа в вашей жизни. И у вас не будет благословений от Бога. У вас может быть мирское преуспевание, но благословений от Бога у вас не будет. Снова посмотрите четвертый стих, «Потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее». По этой причине Ирод, тут сказано, хотел убить его, то есть Иоанна Крестителя, но боялся народа, потому что его, Иоанна Крестителя, почитали за пророка. Так что множество народа, все люди смотрели на Иоанна и видели его образ жизни, слышали его слова, видели, каким он был смиренным по его одежде и какое он практиковал самоотвержение по той пище, что он ел. так что люди, народ почитали его за пророка. Теперь посмотрите шестой стих. Но, и это значит в контраст к всему, что мы видели, Ирод сделал что-то. Был его день рождения, его праздновали, и вот посреди празднования что произошло? Что ж, мы видим, что дочь Иродиады незаконной жены Ирода. У Иродиады была дочь, молодая женщина, и что она сделала? Она танцевала перед собранием, перед собравшимися, перед всеми, кто собрался на это престижное празднование дня рождения Ирода, четвертовластник. и она танцевала, и заметьте, что тут говорится, вторая часть шестого стиха. И она угодила Ироду. Это было ему угодно. Посмотрите седьмой стих. Посему он склятвою пообещал ей дать, чего она не попросит. И это очень важно. Мы видим, что Ирод был очень тронут, но тронут не словом Божьим, тронут не заповедями Бога. Его не интересовала воля Божья. Но когда эта молодая женщина танцевала среди этого празднования, дня рождения перед Иродом, она этим танцем угодила ему, и что он сделал, в гордости своей, он ей сказал, «Все, чего не попросишь, я клянусь, что дам тебе». Заметьте, то, что он сказал, очень значимо. Она угодила ему, и он говорит, «Чего не попросишь, я дам тебе». В другом Евангелии сказано, «Даже до половины моего царства». И что происходит? посмотрите восьмой стих. «Она же», и слово здесь означает «быть наученным заранее». Она, будучи заранее наученной своей матерью, что сказала? Она говорит, «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна, крестителя». Тут не сказано «Иоанна», но «Иоанна креститель». Почему так? Вспомните, что я сказал ранее, крещение относится к покаянию, а мир ненавидит покаяние, потому что дух покаяния противоположен, он против духа этого мира, путей этого мира. Такой противоположностью было покаяние Иоанна, его призыв к покаянию и посвящению Иоанна закону Божьему. И позвольте мне напомнить вам, что эти две вещи идут вместе. Какие две вещи? Дух покаяния и заповеди Божьи. Эти две вещи идут рука об руку. Итак, она говорит, «Дай мне здесь, на блюде, голову Иоанна Крестителя». И царь был очень, это очень опечалило его, но ради клятвы и возлежащих с ним, то есть тех, кто был на праздновании дня рождения, он повелел дать ей. Десятый стих. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. Одиннадцатый стиль. И принесли голову его, Иоанна Крестителя. Его голова была принесена на блюде и отдана девице. И что она сделала? Она отнесла матери своей. И это говорит вот о чем. В этой семье активно действовал тот факт, что они были в гневе, испытывали враждебность, поскольку Иоанн говорил им, что то, чего они хотели, не является волей Божьей. Это незаконно. И что они хотели сделать? Они это и сделали. Предали Иоанна смерти. И это очень пророчески, потому что людей, живущих покаянной жизнью, мир будет клеймить. Это мы и видим в наше время. Мы видим, как в этом мире вещи быстро меняются. Мы ближе и ближе к этому времени, если уже не достигли его, когда то, что является добром, мир называет злом, а то, что является злом в очах Бога, к этому мир прилепляется, это мир любит, этому мир следует. Мы живем во времена, когда покаяние, заповеди, воля Божья, все это отбрасывает. И вот что так трагично. Среди многих общин, многих людей, читающих эту книгу, происходит следующее. Сегодня растет число так называемых пророков. Эти пророки говорят неправильно. Они не говорят о том, о чем говорили прежние пророки. Они не призывают людей к покаянию, не призывают людей к благочестивому образу жизни. они не говорят об обличении. А что они делают? Листят слуху слушающих. Они слышат якобы от Бога точно то, что люди и хотят слышать. Но это не пророк. Об этом Мессия учил, что в последние дни будет много лжепророков. нам надо быть готовыми. Нам надо быть мудрыми, пребывая в воле и слове Божьем. И только различая слово Божье, вы сможете иметь перспективу для понимания того, что есть воля Божья. Теперь посмотрите наш последний на сегодня стих, 12-й. Ученики же его. Чьи ученики? Иоанна Крестителя. Его ученики пришли. Это слово означает, что они были вынуждены прийти, потому что они пришли не иначе, как из-за того, что услышали об убийстве Иоанна. Именно так оно и было. Мы видим, что царь Ирод, его жена Иродиада, мы видим, что эти индивидуумы убили человека, говорившего истину. Вот в этом направлении и движется мир. Так будет происходить чаще и чаще в последние дни. Мир не потерпит тех, кто говорит о покаянии и призывает ню. Итак, ученики его, придя, взяли тело, мертвое тело Иоанна и погребли его. И что они сделали после? И пошли, возвестили Ешуа. Что они возвестили? То, что произошло. Что Иоанн предтеча, Ешуа был предан смерти. И вот последний момент. Помните, чем я делился с вами? Я делился тем, что у Иоанна было послание о покаянии. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И у Ешуа было то же самое послание. И что мы узнали? Мы узнали, что римские власти, а Рим это символ мира, римские власти, мирское правительство предали Иоанна смерти. И что же? Мы также видим, что та же самая римская империя предала смерти Иешуа. Иешуа положил свою жизнь. Никто не отнимал ее у него. Но мы видим ненависть мира к тому, кто говорит о покаянии и готовит других к Царству Божьему. Будьте готовы. Это время приближается. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания. И что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа Иисусе в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.